МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дерзкое ограбление в Атырау. Неизвестные ворвались в квартиру, расположенную в одном из элитных жилых комплексов, и вынесли оттуда 23 миллиона тенге и драгоценности. Хозяйка жилплощади не смогла остановить преступников. Несмотря на то, что женщина в положении, грабители применили физическую силу и связали ей руки и ноги скотчем. Но скрыться от полиции преступникам не удалось. В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали троих мужчин, у которых изъяты вещественные доказательства. Начато досудебное расследование. В Жаркенте отстранили от работы учителя физкультуры, который избил одного из студентов. Инцидент произошел в местном многопрофильном колледже. На видео, распространенном в соцсетях, разъяренный учитель бьет юношу по голове и пинает его прямо на глазах у сокурсников. Как сообщили в пресс-службе областного акимата, в этом учебном заведении сейчас работает комиссия из Управления образования. По итогам проверки будут приняты меры в отношении руководства колледжа и педагога. Авторазе наказали полицейского, который совершил ДТП на служебной машине. По словам очевидцев, снимавших это видео, страж порядка в этот момент был пьян. По результатам служебного расследования, начальник отдела местной полицейской службы городского управления полиции Сексенбаев уволен за грубое нарушение служебной дисциплины. К строгой ответственности привлечены и его непосредственные руководители. 55 человек эвакуировали спасателей из автобуса на трассе Кызаларда-Павладар. ЧП произошло в субботу в Аксусском районе. Граждане Узбекистана ехали из Ташкента в Красноярск, но на полпути их транспорт сломался. Силами ДЧС и медико-спасательного пункта пассажиры и водители были размещены в пункт обогрева средней школы станции «Спутник». В городе Жанаузин, Мангистаусской области, взорвался автомобиль. Есть пострадавшее возгорание произошло у придорожного магазина. Огнеборцам в течение 10 минут удалось ликвидировать пожар, однако машина была полностью уничтожена огнем. Пострадал мужчина 1987 года рождения. Его с термическими ожогами конечностей доставили в больницу. Причины инцидента устанавливаются.